В эфире новости Карелии в студии Горбуяло. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Эта награда очень важна. Это память о тех годах, проведенной в Ленинграде. Глава Карелии вручил блокаднице и почетному гражданину Петрозаводска Вере Ермаковой знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для избирателей в Республике Карелия созданы все условия для того, чтобы они приняли участие в избирательном процессе, так как им это удобно. Ход избирательной кампании в Карелии обсудили сегодня на заседании штаба по общественному наблюдению за выборами. Проговаривали особенности каждого возраста, их психосостояния, психотипы. В Петрозаводске завершился трехдневный семинар карельской чемпионки по биатлону Анны Багали. 27 января в России отметят 80-летие снятия блокады Ленинграда. От голода и бомбардировок в осажденном городе погибли не менее 1 миллиона человек. В память о тех днях всем ветеранам-блокадникам Карелии вручают почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня глава Карелии вручил такой знак блокаднице Вере Ермаковой. Есть дети войны, есть дети блокадного Ленинграда. У вас вообще уникальная история. Да. Вы, ну, не знаю, про это снимают, наверное, фильмы, рассказывают легенды. Спасибо. Спасибо, что вот так, с детства вы такая вот боевая. Вера Александровна Ермакова родилась в 1941 году в блокадном Ленинграде, в день, когда город ожесточенно бомбили немцы. Один из снарядов попал в родильный дом и взрывной волной ее, младенца, выбросила на улицу. Но маленькой Вере повезло, пеленка, в которую ее завернули, зацепилась за ветку дерева, поэтому она осталась жива. О тяготах блокады девочка узнала от своей мамы, занимавшейся рытьем окопов на Васильевском острове. Так в траншеях и окопах Вера Александровна провела годы блокады. Эта награда очень важна. Эта память о тех годах, проведенной в Ленинграде, дата будет очень памятная. Прошлый год мы отметили 80 лет прорыва блокады. И дети об этом знают и в школах, и в колледжах. Ну а в этот год мы стараемся проводить все мероприятия, посвященные полному освобождению. С 2007 года Вера Ермакова руководит общественной организацией жителей блокадного Ленинграда. Вместе с коллегами она проделала большую работу по сбору воспоминаний блокадников. Всего в Карелии в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручат 223 почетных знака. В Петрозаводске прошло очередное заседание штаба по общественному наблюдению за выборами. Эксперты обсудили ход избирательной кампании в республике. В круглом столе, организованном независимым общественным мониторингом, приняли участие политологи, правоведы и общественные деятели. Тему продолжит Любовь Цыганова. Независимые общественные эксперты отмечают, избирательная кампания в Карелии идет легитимно. За подготовкой и ходом избирательной кампании следят опытные эксперты, юристы, представители общественных организаций. Никаких неожиданных вещей, скорее всего, не произойдет, потому что позиция кандидатов, ну, например, того же кандидата, самого выдвиженца, она достаточно сильная, наверное, по всем регионам страны, включая и Республику Карелия. Выдвижение других кандидатов, ну, например, я смотрела того же Харитонова, да, я смотрела динамику кандидатов от партии КПРФ. В принципе, они тоже идут все в тех процентах и в той ситуации, в которой, ну, наверное, это традиционно всегда. На заседании отметили, что в процессе наблюдения активное участие принимает и студенческая молодежь. Наша молодежь сегодняшняя не является тема политичным, так скажем, полом граждан России, которые не интересуются политическими вопросами. Наша молодежь у нас здесь, в Республике Карелия, принимает активное участие в общественной политической жизни. На сегодняшний день в Республике Карелия созданы все условия для легитимного хода избирательной кампании и транспарентных результатов выборов президента Российской Федерации. Для избирателей в Республике Карелия созданы все условия для того, чтобы они приняли участие в избирательном процессе так, как им это удобно. Это и система дистанционного электронного голосования, и система личного голосования, когда человек приходит на избирательный участок, и система мобильный избиратель. Все это направлено на то, чтобы максимальное количество избирателей в удобное для них время пришли и отдали свой голос на выборах. Главное политическое событие наступившего года – выборы президента России. Согласно решению Центральной избирательной комиссии, они пройдут с 15 по 17 марта. Любовь Цыганова, Алексей Миронов, Служба новостей. Еще одна карельская семья воспользовалась региональным маткапиталом. Это около 100 тысяч рублей. Вариантов использования этих денег много. Семейство из поселка Пиндуши пустило средства на ремонт квартиры. Подробности далее. В поселке Пиндуши нашу съемочную группу встретила очень дружная семья Сафоновых – супруги Валерия и Федор, дети Софья и Женя. Самый маленький, двухлетний Андрюша ушел по делам в детский садик. Но именно Андрюша – причина недавнего ремонта в квартире. На него семья получила региональную надбавку к маткапиталу. 105 тысяч, и его можно было потратить либо на компенсацию садика, либо еще на что-то. И вот можно было взять сертификат на приобретение строематериалов. На эти деньги укрепили пол, постелили ламинат, обновили потолок и стены. Всем ремонтом занимается глава семейства Федор. Закручивать болты и саморезы ему помогает сын Женя. Доделки всегда остаются. Переехали. Вот надо плинтуса еще сделать. Вот двери по новой обшить вокруг двери. Все это потихонечку сделается. Ну тут дверцы вот надо трясать. Региональные выплаты полагаются семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Соответствующие изменения в региональном законе действуют с 2007 года по нацпроекту «Демография», поддержанный президентом России Владимиром Путиным. За это время в республике сертификаты получили более 50 тысяч семей. Сообщает социальный фонд Республики Карелия. Маткапитал можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и приобретение автомобиля, сельскохозяйственной техники, оплату образования детей. Илья Лопухин, Алексей Локтев, Служба новостей, Медвежегорский район. Федеральные дорожники и сотрудники госавтоинспекции Карелии провели первый в этом году совместный рейд. Участникам автодвижения на трассе Кола в Пионерском районе напомнили о нормах безопасного вождения. С начала года на федеральных автодорогах республики зарегистрированы 10 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека, еще 24 получили травмы. Подавляющее большинство тяжких ДТП произошли вследствие грубых нарушений правил дорожного движения и невнимательности водителей. Рейды дорожников и сотрудников госавтоинспекции – это профилактика аварий на дорогах. С водителями провели беседы, напомнив, что в зимний период резкие маневры на дороге таят серьезную опасность. Инспекторы проверили, не нарушают ли водители правила выезда на встречку. Участникам движения вручили памятки с советами по безопасности во время зимних поездок. Как отмечают сотрудники дорожной полиции, за минувший год на федеральных дорогах республики инспекторы пресекли более 4,5 тысяч случаев неправомерных выездов на встречную полосу. Именно это нарушение – причина большинства тяжелых дорожно-транспортных происшествий. В Министерстве строительства ЖКХ и энергетики Карелии подвели итоги благоустройства в 2023 году. Все работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по инициативе Владимира Путина. За прошедший год по президентскому нацпроекту в республике благоустроили 100 дворов и 77 общественных территорий. Подробнее расскажет Любовь Цыганова. С 2017 года Карелия вместе со всей страной участвуют в проекте формирования комфортной городской среды. За это время благоустроено почти 900 дворов и более 500 общественных территорий. В целях вовлечения широкого круга населения в вопросы городской среды ежегодно с 2020 года проводятся рейтинговые голосования по выбору территорий, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Среди проектов победителей – например, аллея энтузиастов в Петрозаводске. Здесь сохранили и облагородили уже имеющиеся тропинки, установили освещение, скамейки и урны, высадили деревья, а саму аллею продлили до Комсомольского проспекта. Ходить удобно, красиво, освещение, ну, не знаю, скамеечки, лавочки, урны, кстати, очень грамотные. В рамках проекта преобразили и семейную аллею на улице Чистая в Петрозаводске. На ней выполнили работы по планировке и уплотнению местного грунта. Сделали освещение в виде торшерных светильников, высадили деревья, установили скамейки и урны. Семейная аллея – моя любимая. Очень часто тут хожу, гуляю с подругами, хожу в школу. Очень здорово, что занимаются благоустройством города. Посадили новые деревья, кустарники, постоянно посыпают новым песком. В общем, очень-очень здорово. Кроме того, в 2023 году закончена работа на трех крупных территориях, ставших победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Кроме того, завершена реализация крупных проектов благоустройства в Киме, в Сегеже, в Медвежегорске. Там открыты, ну, в Киме – это площадь, а в Сегеже и в Медвежегорске – это парки, которые на сегодняшний день очень востребованы жителями. И, ну, как правило, участники проекта и участники реализации этого проекта получают благодарность в связи с тем, что люди получили возможность в комфортных условиях проводить свой досуг. За время действия проекта, инициированного Владимиром Путиным, были охвачены территории, на которых проживают 480 тысяч жителей. Это 91% от всего населения республики. В 2023 году на благоустройство бюджетом 45 муниципалитетов было направлено 160 миллионов 700 тысяч рублей из федерального бюджета и 1 миллион 600 тысяч рублей из республиканского. Любовь Цыганова, Алексей Локтев, Служба новостей. Карельский флаг поднялся над еще одной мировой вершиной, а в подмосковной Балашихе на хоккеистов республики было совершено нападение. Об этом и не только мы расскажем коротко. Карельский альпинист Константин Сергеев подрузил флаг республики на самой высокой точке Африки в вулкане Килиманджаро. По его словам, для карельского триколора это уже четвертая покоренная вершина мира. Осталось еще три. Автобус хоккеистов СКА Карелия подвергся обстрелу в Московской области. Пострадавших нет. Под данными здания ШОТ выстрелы произвели из иномарки с прибалтийскими номерами. Предположительно, нападавшие использовали травматический пистолет. Жители Сегежи, Сартовалы, Костомукши и Петрозаводска приглашают принять участие в Карельской индустриальной лаборатории. Задача – исследовать заводские истории своих городов. Собранный материал станет основой выставки на июльском фестивале «Заводь. Мифы на заводе». Водопад Кивач вошел в тройку лидеров заповедных территорий России по объему турпотока. В 2023 году его посетило около 250 тысяч гостей Карелии. Первое место в рейтинге занял Кавказский заповедник, второе – Дагестанский. Первое в 2024 году партия бумажного вторсырья из Карелии отправилась на переработку в Санкт-Петербург. Ее объем составил порядка 44 тонн. Из макулатуры изготовят упаковочный картон, подложки для яиц, туалетную бумагу и крафт-пакеты. Тренеры из разных регионов России по биатлону приняли участие в семинаре олимпийской чемпионки Анны Багалий в Петрозаводске. О том, как сейчас тренируют спортсменов-биатлонистов, расскажем в нашем сюжете. В столице Карелии завершился трехдневный семинар «Академия Анны Багалий. Тренеры будущего». Спортивное мероприятие впервые проходило на базе спорткомплекса «Курган». В семинаре приняли участие около 30 тренеров по биатлону из разных регионов России. Да, в принципе, наверное, у всех примерно одинаковые. Мы, наверное, для себя почерпнули немножко что-то новое, какие-то небольшие нюансы, особенно в лыжной подготовке. Проект для спортивных наставников включал в себя как практические, так и теоретические занятия. Участники семинара работали над техникой в ходе стрелковой и лыжной практики. Кроме того, большое внимание уделили психическому настрою спортсменов и выстраиванию отношений и взаимопонимания в треугольнике родителей тренер-спортсмен. Мы проговаривали особенности каждого возраста, их психосостояния, психотипы ребят. И это очень важно, потому что нужно понимать, из-за чего происходят те или иные ситуации и как из них выходить. В финальный день семинара его участников посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. За чашкой чая он побеседовал со спортивными наставниками о перспективах развития биатлона. В частности, Парфенчиков отметил, что у карельского города Костомукша есть возможность стать будущей меккой российского биатлона. Ранее сообщалось, что республики предварительно одобрили более 250 миллионов рублей на следующие этапы развития лыжно-биатлонного комплекса в Костомукше. Сбор средств для лечения Кати Пуховой официально закрыт. Об этом сообщила мама девочки Мария Адамова. От лица всей семьи она поблагодарила каждого за помощь, поддержку и теплые слова. Напомним, Катя стала героиней сюжета нашего телеканала в ноябре прошлого года. Девочка родилась с редкой патологией, которая опасна для жизни. Сумма на лечение в Санкт-Петербурге для ее семьи оказалась неподъемной, поэтому был открыт сбор средств. Мама Кати рассказала, что впереди у них много сложностей, и процесс лечения достаточно долгий. Но Мария выразила уверенность в том, что они справятся. Уже в конце января Катя отправится на первый этап лечения. Поддержка горожан первому Петрозаводскому общественному приюту для животных требуется постоянно, а в морозы особенно остро. Сейчас для подопечных необходимы корм, ветошь и дрова, помощь волонтеров. Тему продолжит Юлия Бараева. Подопечная первого Петрозаводского общественного приюта «Айрис» – воспитанная и скромная кошка. Приют она оказалась еще в октябре после домашней передержки. Там жила с девятью кошками и от такого соседства натерпелась немало. К нам приехала вообще зашуганная, видно, что у нее был большой стресс. Ее бы желательно либо одну в семью, либо с каким-нибудь дружелюбным котиком или кошечкой, потому что если ее будут обижать, она не сможет дать сдачи. «Айрис» примерно шесть лет. Она очень ласковая и нежная, но она самодостаточная, она не будет навязываться. Сегодня первый Петрозаводский общественный приют для животных остается крупнейшим в городе и в год принимает сотни бездомных собак и кошек. Помещение почти всегда переполнено и без помощи и поддержки горожан заботятся о подопечных нелегко, говорят сотрудники приюта. Всегда нужно питание для животных, гречи или рис для собак, влажный корм для кошек. А особенно зимы – необходимость в дровах. Ну, почти половина зимы прошла, но еще впереди тоже остаются еще зимние месяцы. И это очень нужно. Всего в приюте 11 печек, потому что все наши теплые помещения для собак, для кошек, наша кормокухня – все они обслуживаются дровяными печками. И необходимость в сухих дровах, она всегда очень остро стоит. Чаще всего бездомных животных находят на улице, за помощью обращаются в приют. Так случилось и с Аляской. Ее нашли в Сулажгоре еще в августе. Кто-то привязал и оставил ее в парке. Щенка заметили прохожие, которые позвонили волонтерам. Сейчас Аляске примерно полтора года и для нее ищут семью. Очень веселая, игривая, прыгучая, обшительная. Очень любит вкусняшки всякие, гулять любит. Узнать, какая помощь требуется для Айрис, Аляски и других подопечных приюта, можно на его странице ВКонтакте. А еще хвостатые очень ждут волонтеров, которые погуляют с ними. И, конечно, мечтают обрести любящие семьи и свой дом. Юлия Бараева, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Это все главные новости на сегодня. Берегите себя и до встречи в эфире.